Всем привет, с вами Гоша и Паша, и сегодня мы играем в демо-версию Forza Motorsport 4. До релиза остается всего лишь, ну чуть больше недели, если бы точнее, и мы уже опробовали, считай, финальный билд, наверное, да? Я думаю, что да. Ну, они бы не стали выпускать, Лучше не бета все тут. Нет, слава богу, это не бета бета. Нас хватит средходов. Смотрим машинку, машинку Ferrari, красиво. Задник 2D. Задник 2D, значит. JPEG-картинка, то есть, представляете, на фоне, ну, это просто не... Сколько они пиарили, то автовисты и все, да. Да, и все в роликах так было классно. Мы не сделали 2D задник. О чем думают? Ну, самое главное, что я уровень сложности себе выбираю такой, пацанский. Все-все по полной, но коробка автомат. Ну, неудобно на джессике ездить, понимаешь? Я помню, что руль анонсировала... Какая фирма анонсировала руль? Да, ты знаешь, Fonatec. Fonatec анонсировали... Очень классный руль. Да, но у них, как бы, понимаешь, они являются теперь официальным брендом Ford. То есть, они делают официальные руль. Мне очень понравилось, что руль крутится на 900 градусов. Да, то есть, поэтому больше не будет такого... Не будет, точнее, больше этой баранки и 900 градусов, как это было до этого. Да, крутанул и уперся. Что же, поехали. Да, то есть, смотри, я урал высокие руль сложности. Из помощников только вот эта вспомогательная линия. Потом, естественно, опять же, он тут еще... А, ну, автоматическая коробка передач и трасса Альпа. Единственная трасса, демки и сколько машин? Пять машин, по-моему, нам дали покататься. Да, пять машин на выбор, причем в этом режиме доступны всего лишь три машины. Ну, естественно, Ferrari. Ну, куда же быть Ferrari? Причем, ты знаешь, во второй Ford в демоверсии было целых 25 машин. Ну, они тогда еще пытались сильно пиарить бренд, сейчас им это уже не надо. Они понимают, что они единственный симулятор на рынке. Так, выкатили показать, чем они вообще-то занимаются. Занесло тебя? Да, все-таки, видишь, физика дает. Физики, да скажу. Ну, ты знаешь, оно наконец-то стало нормально со времен второй части. Я помню, когда я поиграл в РМК-3, я просто плевался. У меня была легкая, кармин, прям... Да, они шли в сторону Альпа, даже на самый высокий уровень сложности. Никакого черного. Все равно чувствовался анкада. Никакого, абсолютно. Здесь, знаешь, ездить действительно сложно, а не главное, интересный привет. То есть, понимаешь, ты вот, я сейчас захожу в скоростной поворот, и если, не дай бог, я чуть-чуть поверну руль, да. Дернешь руль, не в ту сторону, все. Все, меня просто моментально доносят. Привет, привет, Архон. При этом, слушай, соперники-то стали наглыми еще довольно. Мне очень понравилось. Если ты наглеешь, начинаешь лезть под него, то он не стесняется и просто подпинает тебя в машину своей. Жаль, мы не успели записать как себя двое одновременно, по пиналу так. Да, да. Просто зажали, что ворота... Они, мы просто в теннис поиграли. Поэтому, знаешь, действительно, то есть, наконец-то стало позже. Соперники, да. Все как мультиплеерить. Народ пинает друг друга. Ну, кстати, в мультиплеере, знаешь, люди старались как-то друг к другу относиться уважительно. Я помню, когда мы играли... На самом деле, никто не относился к другу уважительно, и просто людей кикали. Ну, да. Если ты наглел, начинал пинаться, тебя просто кикали после трассы. Все-таки нормальные люди друг к другу уважают. Да, будет хороший сервер, да. На самом деле, все игры со знакомыми. Да, то есть, каминтиплеерить действительно был отлично и хороший. Я надеюсь, оно все перекачивается в четвертую часть. Благо здесь, блин, наконец-то интересно ездить. Я считаю, это прям прорыв для серии, поскольку, скажем, после Грана Туризма 5, откровенно говоря, ну, мне Форзу 3 был неинтересно играть. Я просто на нее забил. Она вот туда не отдумывается. Да, они наконец-то одумались, они прислушались к твоим фанатам и сказали, да, да, да. Кстати, о Грана Туризма 5. Первый раз, когда я видел Форзу 4, Gamepoint, я не смог отличить ее от Форзу 3. Драфик я не вижу шагов вперед. Я вижу красивые пулетины машины. Это все, что я смог заменить. Не, ну, знаешь, детализация лично, как мне кажется, будет. То есть, в первую очередь, дезиденция салона. Раньше, знаешь, в Форзе все было очень просто. Когда, наконец, салоны появились в третьей части, они были простые. Не было даже у некоторых машин на приборной панели индикатора. То есть, упрощенная версия. Ну, да, сейчас проработаем. Тем не менее, стекол в машине нет. Говорили, зато количество машин увеличено. Ну, то хорошо. Как они сказали, это слишком технически сложно реализовать, а отражается слишком много высот. Просто убрали стекол. Так же, как и динамические предметы погоды. Да. В общем, да, чтобы, честно говоря, проголеть. Да. Знаешь, я бы, честно говоря, подождал будущий будущий годик. Но будущий будет такой уход, неожиданно. Не, ну, годик много, но полгода я бы еще был уход. Ну, тем не менее, все равно. Предзаказ мне откидывал. Это уже хорошо. Уже. В последние демоверсии, по-моему, вставляли нас отменять. Особенно поэту. Да. Говоря, кстати, все-таки об этом. В этом сутку игру через месяц. Вот у нас уже через неделю. Неделя. Поэтому мы уже совсем скоро играем в игру. И сделаем сравнение с королем-жамром. Королем-жамром. Ну, я думаю, уже, возможно, не таким королем. Возможно. Все-таки, что-то думаешь, что сам гимн говорит. Приятно, приятно. Действительно, разница между третьей и четвертой частью чувствуется. Вот берешь джойстик в руки, начинаешь ехать. Просто чувствуешь, что действительно сложнее стало. Ехали. То есть, визуально нет? Визуально та же третья Форза. А едешь как в четвертой. Поработали они над физикой. Они поняли, что аркадных сейчас игр коночных достаточно. Ну, да. Need for Speed. Ну, Need for Speed все-таки. Need for Speed все-таки захватил. Что сейчас слушал? Еще Split Second. Ну, это вообще... Я поиграл в Split Second. Совсем аркадный. Довольно весело. Давай сейчас покажем режим Rivals. То есть, смысл в чем? Это вообще просто скопированный, по-моему, Auto-Lock называется, да? Need for Speed. Да. Мне кажется, что это вроде. То есть, простые задания, где вам нужно побить время там... Чит-чит-чит-чит-рекорда. Просто... Ваших друзей, да, или просто вообще рандомных людей, типа слайд? Ну, берешь здесь, я сейчас бью друзей. Проедь, проедь, быстрей, чем тень. Да. Ну, в этом, кстати, режиме, что классно, здесь есть трафик. То есть, мне придется обгоняйте целый путь в машину в бюджет. Да. Да, ну, как бы из-за своего класса. Нет, нет, они другого класса совсем. Вот в этом, мимо, пролетела наша тень, которая стартует не с... не с нуля. Да. Уехала сразу вперед. Заставила мне дышать. Ну, по ней, трафик, конечно, не как выделили. Да, будет. Ну, но, так, видимость есть, я смотрю. Немного неудачно. Если ты там сприсал тебе, хочешь показать модель повреждений, ты знаешь, она меня разочаровала. Я надеюсь, что это последовательность такая, потому что я помню, в третьей порте, в втором, она была... Вообще можно было убить машину? Нет, нет, наоборот, она была там довольно-то неограничена. Вон, в первых модель повреждений была лучше. Я надеюсь, что в четвертой части она была как-то уменьшена. Потому что разработчики в интервью сказали, да-да, можешь еще с ним поработать. Я действительно заметил, они поработали на физике, на спуске внутри, на графике, так или иначе, но пока модель повреждений... Я не вижу, я думаю, царапает машину, я не буду делать. Потому что у него бампер обманулся. Нет. Причем у соперника, у бампер, да, да, у тебя нет. Знаешь, у меня, конечно, есть опасение, что это всегда проблема лицензирована. Ты знаешь, я думаю, что это проблема уже с длительной. Может быть. Ну, хотя, на самом деле, бампер на дороге, я думаю, особо пока-то не сделает. Но все-таки хотелось бы... Ну да, кстати, также хотелось бы увидеть поддержку в интернете, когда, кстати, демо-версии нет. Да, мы очень старались показать это, как бы, трястись. Но у нас не получилось. Ну, чего? На настроях никаких абсолютно нет. То есть, да. Включил и поехал. Ну, тут у нас в настройке сложности. Ну, то есть, на этом абсолютно все сделано. Очень хотелось бы посмотреть на это чудо. Как только у нас появится, возможно, мы лучше покажем. Чудо технологии практически интересно. Кстати, насчет технологии, только проходите на фонаригами, включайте на фонариг, на фонариг, на фонариг, на фонариг, 14 сетами и, возможно, закинайте все серьезно. Да, серьезный бизнес. Здесь титры есть на что посмотреть. Ну, вот они пошли царапить. Да. Ну, кстати, дальше я был. Ничего не заходил. Я, кстати, заметил, что царапины по-разному спорятся. Да, кстати, есть такое. Ну, что ж, мы, в принципе, закругляемся. Быстрый обзор демо. Да, совсем быстрый. Особенно, на самом деле, смотреть здесь нечего. Но мы все-таки придерживаем его для полной версии, так или иначе. Поэтому с вами были Гоша и Паша. Идите нашего полного обзора в полный день. Да, на сайте GamerStack.ru. Уже, я думаю, на этой неделе. Да. Спасибо за внимание.